Всех приветствую. Друзья, сегодня у меня семёрка с нерабочими наушниками. С обеих динамиков звучит музыка при отключённых наушниках. Как видите, наушники у нас не работают. Включаем разъём. Правильно было бы, конечно, выключить телефон сначала. Так что, если будете решать такую же проблему, сначала выключите телефон, чтобы что-то не коротнуло случайно. Подключаем новый разъём. Ну и звук в наушниках появился. То есть, при падении что-то произошло с разъёмом. Как клиент объясняет, телефон упал прямо на разъём наушников. То бишь вот сюда и наушники перестали работать. Сейчас мы заменим разъём. Четырёхлучевая отвертка вон здесь. Включаем дисплей. Включаем батарею. Телефон чёрный, разъём белый. Клиента я предупредил. Сегодня у меня чёрного нету, поэтому клиент не против. Такой вот огромный нижний модуль. Шлейф проклеенный двусторонним скотчем с двумя микрофонами. Разъём. 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 Разъём фибромотора. Коксильный кабель. Итак, снимать будем системную плату, потому что большая часть шлейф находится под системной платой. Недавно у меня был, мною был вложен ролик по замене каркаса на данную модель. Я там много говорил за винты, но повторяться не буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня уже клиент пишет, когда можно забрать телефон. Так, и здесь у нас еще один винт спрятанный. Здесь 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 еще один винт спрятанный. Так, и здесь у нас еще два винта. Спрятанный под защитным пластиком. Ну, что-то я без света работаю. Здесь еще один винт спрятанный. Ну, вот что-то здесь у нас вышло из строя. Смотрел я под микроскопом. Здесь еще один винт спрятанный. Ничего не увидел. Если он упал сюда, если был удар здесь. Но, скорее всего, контакты внутри повредились. Тут шлейф вряд ли. Мы прикручиваем к корпусу. Может, что-то из кондеров отвалилось. Тут все залито в компонт. Да и нет смысла разбираться. Потому что сам шлейф в сборе готового недорогой. Проще его заменить, чем искать проблему. Что мы сейчас и сделаем. Сюда мелочи проклеено. Даже микрофоны. Так, вставляем. микрофон в отверстие и совместить все отверстия которые помогут правильно уложить шлейф все таки когда мы меняем каркас там шлейф уже правильно согнутый я имею ввиду этот нижний модуль и его легче уложить чем новый поэтому здесь посложнее вот как то так так далее ставим диор мотор застегиваем и 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 Упустил один винт. Рано я засунул динамик. Здесь еще у нас торцевые два винта. Заклеим пластиком. Теперь динамик. Пристегнули под низ в клипсу. Так, и этот контакт тоже должен быть под динамиком. Вот так вот. Динамик. 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 Все равно сдвинулся немного шлейф. Так, ставим системную плату. Батарея как сильная. Можно застегнуть шлейф. Динамик. 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 Все винты у меня разложены по порядку, так что ничего не перепутается, заглушка, здесь у нас трехлучевая уже идет. Крымсил. Крымсил. Вот сюда можно поставить со старого шлема. Такой вот прижимной поролон. Он ставится, чтобы как село не отстегивались. Так можно пристегнуть батарею. Пристегиваем батарею. Ничего не забыли. Вот здесь один винтик у нас остался. Как раз. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...